Секс Свыше 40 тысяч лет назад Но кто спал с кем? Завораживающее открытие Свидетельство совершенно новой разновидности людей Открыло миру новый, доселе неведомый вид человека Перевернув наше понимание первобытного человека Указав на провокационную тайну о нашем прошлом Они рожали детей, которые в итоге были интегрированы в общество кроманьонцев Есть ли в нашей ДНК следы другого вида людей? Если это была женщина, не хотел бы я столкнуться с ее мужчиной Точно Возможно ли, что мы на самом деле гибриды? Секс в каменном веке Алтай, Сибирь В горах Алтая, в Сибири В пещере найден фрагмент тела древнего существа Шведский генетик-эволюционист доктор Сванте Паабо Преодолел свыше 4000 километров, чтобы провести расследование Если фрагмент принадлежит человеку, то это будет ни на что не похожий вид Наконец-то я тут Я видел только небольшие фрагменты костей, найденных здесь Наконец-то я могу осмотреть место, где они были найдены Их нашли здесь? В этом слое, да После 30 тысяч лет, проведенных на дне пещеры, от скелета осталась только маленькая фаланга мизинца Я очень удивлен тому, что по этой маленькой кости удалось установить то, что она принадлежала гоминиду То есть наверняка было гораздо больше органики костей Но не сохранилось Сможет ли фрагмент кости длиной меньше сантиметра переписать историю человечества? 14 месяцев назад в немецком городе Лейпциг, в институте Макса Планка Поступившая кость мизинца была лишь очередной находкой, которая ожидала того, что ее изучит исследовательская группа под руководством Сванте Паабо За последние 20 лет в этой лаборатории были совершены многие из самых ярчайших открытий в генетической археологии Когда образец доставили, его ожидала не более чем рутинная идентификация вида Никто не был готов к тому, что произошло дальше Мне позвонил один из ведущих исследователей нашей группы в то время Он сказал, что мне лучше присесть Я заволновался Сразу подумал, что случилась какая-то трагедия Затем он сказал, что провел анализ ДНК этой маленькой кости И оказалось, что это что-то совершенно иное, доселе невиданное На что я сразу ответил Возможно, где-то была допущена ошибка, вы могли ошибиться Тогда я направился прямиком в лабораторию и сверил результат Оказалось, все было именно так, как он сказал Это был и не неандерталец, и не кроманьонец А какой-то новый вид человека, о котором раньше никто не знал Российские археологи извлекли на свет останки совершенно нового вида человека Новость буквально всполошила археологическое сообщество Это способно перевернуть наше представление о первобытном человеке Открытие нового вида древнего человека стало крупнейшим прорывом Сравнимым по своей значимости с открытием неандертальца 150 лет тому назад Тогда мы решили, раз неандертальцы зовутся так Потому что найденный в 1856 году в неандертале То найденного в Денисовой пещере мы назовем Денисовским человеком Хряч, покрывающий кость пальца, указывает на то, что он принадлежал ребенку Но спустя месяцы после первичных тестов В Алтайской пещере так ничего больше и не нашли Хотя есть явные улики Уже здесь в раскопанной части был найден браслет и кольцо И другие костяные изделия и украшения То есть это тоже свидетельство о современном поведении человека в то время Только наши предки создавали подобные украшения Такие находки в пещере дают некоторые основания полагать Что здесь обитал не только денисовский человек Это удивительное место и удивительная пещера Мы знаем, что в этой пещере жили кроме денисовских людей, возможно, даже и кроманьонцы Но, что самое интересное, они жили здесь в одно и то же время Это до сих пор чувствуется в воздухе Мы находимся в долине в горах Алтая Это место было перепутьем в течение всей своей истории 30 тысяч лет назад это место было пристанищем для двух наиболее развитых видов людей на планете Около 200 тысяч лет здесь жили неандертальцы Разбросанные от Европы, Ближнего Востока и до Сибири В то же время из Африки вышла вторая группа Первые кроманьонцы – наши предки Расселяясь по свету, пришли они и сюда Но теперь нам известно, что по этим горам бродил и третий вид Денисовские люди Это единственное место в мире, где жили неандертальцы Денисовские люди и кроманьонцы Мы не знаем точно, когда они столкнулись друг с другом Но в определенный момент они точно встретились На месте не обнаружено улик, указывающих на то, были эти встречи враждебными или более теплыми Чтобы найти ответ на этот вопрос, Сванте должен вернуться в генетическую лабораторию По ту сторону океана палеохудожник Виктор Диак борется над своей загадкой каменного века Сексуальным влечением между двумя видами людей Он известен по всему миру своими предельно точными скульптурами и иллюстрациями, которые изображают вымершие виды людей Одна из его последних выставок, посвященных эволюции человека, проходит в музее в Техасе Он фантазирует на тему того, как первобытный кроманьонец встретил женщину-неандертальца 50 тысяч лет назад И произвел с ней на свет гибридного ребенка Я очень волнуюсь Поскольку в скульптуре очень сложно отобразить эмоции и поведение Виктор решил сфотографировать актеров в гриме Отлично Меня привлекает эволюция человека Но с визуальной точки зрения Однако в этой работе мы выходим на новый уровень В основе проекта Диака лежит самое последнее открытие о наших предках, сделанное никем иным, как Сванте Паабо Одно из направлений моего исследования — это развитие методов извлечения ДНК из древних останков и костей Неандертальцы всегда были настоящим кладезем для ученого, если можно так выразиться Прорыв был совершен в 2010 году, когда научная группа Сванте установила ДНК-последовательность 60% генома неандертальца И открыла завораживающий факт нашей с вами истории По мере получения результатов мы открыли, что несколько процентов генома людей вне Африки, то есть людей из Европы и Азии, коренного населения Америки, совпадает с геномом неандертальцев Это означает, что кроманьонцы занимались сексом с неандертальцами, рождались дети Мы обнаружили у современных людей следы их ДНК Это означает, что дети росли с кроманьонцами как члены кроманьонского общества Если бы они оставались неандертальцами, то вымерли бы тогда же, когда исчезли неандертальцы В этом и состоит шокирующее открытие Многие из нас — гибридный вид Это и пытается отразить в своем творчестве Виктор Это очень здорово Я вижу сходство в нижней части лица у неандертальца и у нашей актрисы Это позволит сделать еще более правдивый слепок Но публикация Сванте о денисовском человеке усложняет задачу Виктору Догадки о том, кто населял планету в то время и что здесь происходило, интригуют и будоражат мой разум Я даже не знаю, что придумать, не знаю, с чего начать Просто не знаю Пока неизвестно, как Виктору удастся отразить в своей работе денисовского человека Тем временем в Лейпциге группа ученых под руководством Сванте находит улики, указывающие на то, что денисовские люди также могли быть нашими предками Меня отчасти изумляет то, что по такой маленькой кости можно изучить весь геном индивида Первичный анализ показал, что денисовские люди были третьей разновидностью людей Также было установлено, что около миллиона лет назад этот вид отделился от двух других видов и начал развиваться отдельно Но когда впоследствии мы сравнили геном денисовского человека с геномами неандертальца и современного человека, то перед нами предстала интересная картина Денисовский человек и неандерталец происходят от общего предка Нас очень интересует, смешивались ли денисовские люди с кроманьонцами Можем ли мы найти подтверждение этому, как в случае с неандертальцами? В этом и заключается главный вопрос Возможно ли, что наши предки смешивались не с одной разновидностью древних людей, а с двумя? К счастью, светлейшие умы современной генетики собрались для решения этой задачи Сванте передает результаты в отдел популяционной генетики Базы данных отдела охватывают весь земной шар, позволяя изучить генетические коды десятков, даже сотен современных популяций Были исследованы популяции Азии, а также популяции из Европы Одна из Кавказа, а также французская, итальянская, плюс популяции из Африки Пока что ни одна из них не обладает следами геномов денисовского человека Как вдруг совпадение На другом краю света от Сибири В одном из самых удаленных уголков планеты Группа ученых под руководством доктора Марка Стоункинга Проанализировала генетический материал более чем тысячи человек со всех частей света Единственное место во всем мире, где у современных людей обнаружены следы генов денисовского человека Это здесь и здесь, в Новой Гвинеи и на острове Бугенвиль Два тропических острова к северу от побережья Австралии На расстоянии 8 тысяч километров от Сибири Это не самое вероятное место, чтобы найти доказательства Это может означать только одно Это означает, что на самом деле кроманьонцы вступали в половую связь с денисовскими людьми Они производили на свет детей, которые интегрировались в общество кроманьонцев и росли как кроманьонцы Они являются предками современных людей Новости об открытии того, что наша ДНК состоит из генов не одного А сразу двух видов древних людей стали ошеломляющими А для Сванте этот научный прорыв стал подтверждением работы всей его жизни Полагаю, мой интерес к подобным вещам возник еще в юношестве, когда мать взяла меня в Египет Я был зачарован египетской археологией И представлял, что стану египтологом, буду вести раскопки в Египте Изучать мумии и пирамиды Это была романтическая идея, но все сложилось иначе Однако то, чем мы занимаемся сейчас, не менее увлекательно Тем временем в Нью-Йорке Виктор Диак Сицелла занят разрешением вопроса о сексуальных отношениях среди древних людей Было ли это похоже на то, что мы испытываем сегодня? Он консультируется с антропологом и сексологом Хеленой Фишер Чтобы узнать взгляд науки на то, как могли протекать половые отношения между двумя разными видами древних людей Мне предстоит проиллюстрировать и воссоздать сцену, в которой неандерталицы и хомо сапиенс вступают в половую связь По общему согласию или нет? Кто знает Насилие занимает менее половины процента от всех половых сношений, поэтому секс в основном происходит по общему согласию В мозгу есть множество сложных механизмов, которые заставляют нас влюбляться Кстати, отдел мозга, отвечающий за влюбленность, лежит намного глубже коры головного мозга и не зависит от разума Разум, конечно, играет свою роль, но в основном это первичное влечение к воспроизводству Я хочу показать этих людей, неандертальца, кроманьонца и денисовского человека во время полового сношения Больше всего меня беспокоит правдоподобие и что из этого всего выйдет Это наша женская осыпь неандертальца Более отвесная бровь, более широкий рот, маленький подбородок Но если вы встретите такого человека на улице, то не примите его за пришельца с Марса Совершенно верно Китайцы выглядят иначе Норвежцы не похожи на остальных Так же и они выглядят не как все Предпочтение современного человека откуда-то да происходит 50 тысяч лет назад мы все мыслили одинаково Это реконструкция человека разумного Очевидно, если неандертальская девушка заблудится в лесу и наткнется на этого мужчину, сидящего подле огня, вероятно, он мгновенно набросится на нее Если поместить мужчину и женщину вместе, то что-то точно произойдет Да, совершенно верно Я очень ценю вами сказанное Мне нравится, как мы это обсуждаем Вы вносите человеческий фактор в эволюционный процесс Они были человеческими существами Все они были человеческими существами Да, конечно, вы даете мне надежду, что я смогу справиться с поставленной задачей Но понимание того, как возникает сексуальное влечение у ранних людей, не решает основную дилемму Виктор до сих пор не знает, как выглядел денисовский человек Это очень сложное задание Потому что пока у меня есть только описание и в пальце Это все равно, что воспроизводить птицу по одному перышку Ему нужна дополнительная информация Возможно, вскоре его желание будет исполнено В Сибири совершено новое открытие На этот раз на чердаке археологического хранилища Новое свидетельство Большой зуб Пролежало десятилетия на полке Его принадлежность не установлена Палеоантрополог Бенце Виола был членом группы исследователей, которые отправили фалангу пальца в лабораторию Сванте на генетический анализ Будучи представителем Института Макса Планка в России Виола видит этот зуб одним из первых Потрясающе Это настоящий сюрприз Мы не знали, что есть еще образец В ходе анализа Обнаружен фрагмент ДНК Позволяющий отнести его К денисовскому человеку Самое главное, это то, что мы смогли получить некое представление об анатомии этих людей Ведь по образцу пальца ребенка сложно сказать что-либо об индивиде Размер зуба – основной показатель, по которому можно определить, что зуб принадлежал другому индивиду, взрослому Перед вами череп современного человека Зуб подходит к верхней челюсти Возможно, это зуб мудрости Если посмотрите, зуб огромный Мы предполагаем, что этот крупный зуб принадлежал крупному индивиду Не знаем точно, насколько крупному Здесь нет прямой закономерности Но обычно большие зубы принадлежат крупным парням Если этот зуб принадлежал женщине, то страшно представить, каким был мужчина Он мог быть просто гигантом Несмотря на интересные подробности Ни размер огромного зуба, ни образец ДНК Не дают свидетельств того, как выглядел Денисовский человек Особенность современной геномики в том, что мы можем мало что сказать насчет того, как именно они выглядели или как жили Подобно тому, как мало что можно сказать обо мне, изучив только образец моей ДНК Чтобы узнать, как выглядел Денисовский человек, группе нужно заполучить череп Но в Денисовой пещере черепа пока не обнаружены Нужно расширить поиски Сванте встречается с ведущими сотрудниками Археологом Бен Савиолой и генетиком Сюзанной Сойер Ответственной за проведение анализа новых находок В Денисовой пещере найдены денисовские люди Мы обнаружили следы их ДНК в современной Меланезии Между этими местами пусто Денисовский человек вот здесь Большое белое пятно по-прежнему на карте Большая часть этого пятна приходится на Китай Сванте заинтригован Он идет за консультацией к другому сотруднику группы Генетику Жамэйфу Ее специализация – места раскопок в Китае Где были обнаружены кости древних людей Вот эта линия, вы можете видеть маршрут Да, Северный Китай Сванте интересуется множеством китайских черепов Чьи необычные очертания ставят под сомнение классификацию видов Вот уже не одно десятилетие Можно грубо очертить места находок По меньшей мере вот здесь и здесь В Монголии А также в некоторых пещерах в уезде Дали Дали, да Мы не знаем точно, но возможно некоторые из них были денисовскими людьми До недавнего времени было известно только три вида Кому могли принадлежать эти черепа Неандертальцы, кроманьонцы И более примитивные виды, известные под общим названием человек прямоходящий Поскольку неандертальцы никогда не жили в Китае, то остаются два оставшихся вида Это и не человек прямоходящий, и не кроманьонец, а какой-то промежуточный вид Предположительно, денисовский человек Полагаю, нам нужно отправиться в Китай и изучить места раскопок Возможно, это как раз та зацепка, которую ждал Виктор Он и раньше работал с учеными из общества Макса Планка Виктор выходит на связь с доктором Сванте, чтобы тоже поехать с ним в Пекин Я отправляюсь в Китай По прибытии Сванте и Жамэй направляются прямиком в главный археологический институт Китая Институт палеонтологии позвоночных и палеоантропологии Здесь собраны редчайшие ископаемые на планете Немногие иностранцы видели собранное здесь Возможно, Сванте всего в двух шагах от того, чтобы повстречаться с денисовским человеком Старший научный исследователь доктор Жинжи Ву показывает самую ценную коллекцию института Черепа возрастом свыше 100 тысяч лет У них черты лица китайцев и неандертальцев Очень редкие В Китае это единственные образцы Сванте заинтригован Возможно ли, что наделенные общими генами неандертальцы и денисовские люди Обладали схожей внешностью? Меня очень интересует связь между неандертальцами и китайцами Особенно учитывая то, что денисовские люди – родственники неандертальцев Поскольку черепа слишком старые, чтобы сохранить образцы ДНК Сванте пробуют другой способ Я привез зуб, найденный в Денисовой пещере Если повезет, то по зубу можно будет установить, что черепа принадлежат денисовским людям Он выглядит очень странно Очень странно Полагаю, все говорят, что он странный на вид Он очень необычный Отличается Вы не видели такие зубы в Китае? Не видели? Нет, никогда Он слишком большой Зуб также не может дать зацепку Сванте придется использовать косвенные улики, чтобы доказать, что денисовский человек жил в Китае Если удастся это подтвердить, он сможет выдвинуть теорию, что черепа принадлежали им Вот только как? Виктор Диак прибыл в Пекин Он направляется в институт по дороге, изумляясь этому городу и его обитателям Это большая честь быть приглашенным сюда Интересно посмотреть, какие ископаемые у них есть Если мы установим связь, думаю, дело пойдет куда легче Я очень рад тому, что скоро окажусь там и увижу все самое Здравствуйте Меня зовут Виктор Диак Очень приятно Здравствуйте Как дела? Это Жамей Приятно познакомиться Спасибо за то, что дали мне возможность приехать Виктор остался изучать загадочные черепа Тем временем Сванте и Жамей обсуждают с китайскими учеными, как еще можно доказать, что денисовские люди жили здесь Многие черты, которые я вижу здесь, присутствуют также и у западных людей Это очень характерная надбровная дуга, выдающаяся вперед Возможно ли, что это и есть лицо денисовского человека, которое так необходимо Виктору? Не исключено, что у Сванте есть способ доказать это Это самый старый скелет кроманьонца в Китае Это кроманьонец Но у него также прослеживаются архаические черты, не так ли? Если в скелете удастся обнаружить следы ДНК денисовского человека То это будет означать, что денисовский человек проживал в Китае и смешался с кроманьонцами, которые сюда переселились Возраст этих ископаемых примерно 40 тысяч лет Мы не уверены относительно того, когда именно денисовский человек жил в Южной Сибири Временной период подходит Поэтому интересно было бы осмотреть эти кости и провести анализ нескольких из них Как вы считаете, Жамы? Нужно не повредить эти линии Анализ ДНК частично повредит структуру бесценных костей Поэтому, прежде чем сверлить высокоскоростной дрелью национальное достояние Китая Сванте должен удостовериться в том, что там действительно сохранился образец ДНК Они выехали из Пекина и совершили двухчасовую поездку до пещеры, где был обнаружен скелет Чтобы проинспектировать условия хранения Сколько еще до пещеры? Около 20 минут Вот наша пещера Ее открыли местные жители Из-за известняка здесь кислая среда Также это далеко от входа Вы производили анализ костей животных, найденных здесь? Что они показали? Здесь обнаружены четыре вида оленей и один козел Они отлично сохранились Тогда, полагаю, это хорошее место для сохранности Меня поражает тот факт, что это был чей-то дом Это обязательно повлияет на мою работу Удостоверившись в идеальных условиях для сохранности Сванте распоряжается взять образцы Теперь настало время группе разделиться Он возвращается в свою лабораторию в Лейпциге А Виктор в студию в Нью-Йорке Я не мог удержаться от того, чтобы не начать зарисовывать денисовского человека Благодаря черепу, который я использую для реконструкции У меня, по крайней мере, есть с чего начинать Хотя это всего лишь доводы Но что-то подсказывает мне, что они могут оказаться совсем не беспочвенными Пока он разрабатывает цифровую модель В тысячах километрах отсюда проходит забор образцов у китайского скелета Обе группы надеются открыть миру настоящее лицо наших забытых предков После недели работы Виктор Диак почти заканчивает маски лиц древнего человека и неандертальца Но к денисовскому человеку он еще не притрагивался День съемок уже близко Добро пожаловать в лабораторию Класс! Он вызывает генетика Джона Хоукса Чтобы тот помог ему выявить некоторые детали Такие как цвет кожи, которые невозможно определить по черепам, найденным в Китае Задумка заключается в том, чтобы показать встречу этих людей 50 тысяч лет назад в районе Денисовой пещеры Судя по этой модели, вот здесь у нее более темная кожа Я могу использовать более светлый тон Исходя из генома денисовского человека Нам известно, что у нее нет нетипично европейских светлых оттенков Нетипично азиатских светлых оттенков кожи Можно предположить, что они приспосабливались под погодные условия Соответственно, у них могла быть любая кожа От светлой до темной Действительно, мы рассматривали эту женщину в качестве модели для нашей реконструкции Вероятно ли такая внешность? Полагаю, это возможно У людей есть одна особенность По всему свету встречаются люди с различным цветом кожи Полагаю, в этом отношении мы свободны исследовать все возможности Это все, что я хотел от вас услышать Даже исследуя возможности, Виктор хочет удостовериться в том, что съемка будет как можно более достоверной Рискнули бы вы предположить, что они носили больше одежды, чем люди в этом регионе Полагаю, без дополнительной одежды они бы там не выжили В течение большей части года температура в пещере отрицательная Там очень холодно Они могли изготавливать одежду, в которую можно укутаться, обмотать ее вокруг себя Но это не та одежда, которую мы с вами носим Мы не были фашионисты из 5th Avenue Нет, нет, нет Они были... А вот и момент истины Перенос цифровой модели в реальность Я действительно рискую оказаться неправым Изобразить все не точно Но, знаете, что-то внутри подсказывает мне, что я двигаюсь в верном направлении Возможно, вскоре Виктор получит подтверждение своей догадки Доктор Жамэйфу установила ДНК-последовательность китайского скелета возрастом 40 тысяч лет Здравствуйте, Сванте У меня есть для вас новости Мы получили результат анализа митохондриальной ДНК Отлично Но... Но... Геном более свежего скелета лишен следов, которые бы помогли раскрыть загадку более древних черепов Они могут принадлежать денисовскому человеку Но без доказательств того, что все эти виды скрещивались в Китае Обладатели древних черепов не установлены Хорошая новость Из скелета, который мы обследовали в Китае, удалось извлечь образец ДНК Но он принадлежит не денисовскому человеку Анализ митохондриальной ДНК наглядно показывает, что скелет принадлежит современному человеку Конечно, это весьма любопытно Но это не поможет нам установить внешность денисовского человека Да Поэтому, на мой взгляд, нет никакой возможности воспроизвести лицо денисовского человека Да Остается надеяться, что они обнаружат больше образцов в Денисовой пещере Проводятся ли в Китае какие-то еще исследования? Известны ли какие-то сроки? Когда мы узнаем новые подробности? Нет, в таком деле в каждом частном случае нет возможности сказать, когда будут результаты Если они вообще когда-либо будут Верно Так или иначе, рад был с вами побеседовать Большое спасибо Удачи, всего доброго Какая досада Однако в Сибири Группа археологов делает очередное открытие Спустя почти два года после первой находки Найдено много новых костей Но неизвестно, содержатся ли в его фрагментах какие-то улики Мы нашли несколько резцов и лис, напоминающих человеческие резцы Также есть один очень большой коренной зуб, настолько большой, что сначала я решил, что это зуб пещерного медведя, исходя из его строения и размера Тем временем в Германии Сюзанна Сойер проводит срочный анализ, чтобы идентифицировать зуб и фрагменты найденных костей Я провела анализ митохондриальной ДНК второго зуба из Денисовой пещеры Большого зуба? Да, очень большого зуба Он принадлежал денисовскому человеку В самом деле? Да, мои поздравления Спасибо Это всего лишь третий фрагмент останков денисовского человека Это очень здорово Да Что интересно, на самом деле он очень отличается от двух других индивидов Митохондриальная ДНК сильно разнится от ДНК тех двух индивидов, которых мы нашли раньше Разница очень большая По найденному зубу было установлено, что денисовские люди обладали широким разнообразием генов Подобно тому, что мы наблюдаем у ныне живущих людей Их численность должна была быть огромной Таким образом, это не просто какая-то маленькая реликтовая популяция, обитавшая в Южной Сибири Могу я взглянуть? Но по зубу нельзя определить их ареал обитания Возможно, популяционный генетик Марк Стоункинг сможет пролить свет на этот вопрос Ему и его группе, возможно, удалось расшифровать огромную часть этого пазла Доктор Сванте Паабо в спешном порядке объединяет своих исследователей С остальными старшими научными сотрудниками общества Макса Планка Группа под руководством Марка Стоункинга Нашла следы денисовского человека в современных популяциях Группы, в которых прослеживаются следы генома денисовского человека Это одна группа в Новой Гвинеи, из горных районов Группа австралийских аборигенов Несколько групп в Восточной Индонезии Группы на Фидже и в Полинезии А также две группы с Филиппин У всех обнаружены следы генома денисовского человека Класс! Это очень здорово! Что еще интереснее, у соседних групп, которые происходят от тех же предков Не обнаружены следы ДНК денисовского человека Долгое время предполагалось, что все эти народы Произошли в результате ранней волны переселения кроманьонцев Которые пришли и поселились в этих местах Однако здесь мы видим примесь денисовского человека А в соседних группах ее нет Люди, чьи предки поселились дальше определенной точки Обладают следами ДНК денисовского человека А те, чьи предки остановились до этой линии, не обладают Поэтому смешение могло произойти там, куда пришли кроманьонцы Потомки этих людей, гибридный вид с денисовским человеком, если угодно Проследовали в этом направлении и дальше в Австралию, на Фиджи и так далее Мы начинаем очерчивать ареал их расселения Это очень здорово Это ключевое открытие Оно дает основания предположить, что их домом была юго-восточная Азия А глава департамента эволюции человека Жан-Жак Улен Приходит к еще более ошеломляющему выводу Что удивительно, так это то, что они проживали как на очень больших высотах на Алтае Так и в низменностях, поскольку они смешивались в Индонезии Две точки окаймляют углы широкого ареала обитания денисовского человека Растянувшегося от заснеженных вершин Алтая до тропических джунглей юго-восточной Азии Остается загадкой, почему нигде в других местах на этой территории Не встречаются следы смешения с кроманьонцами Но нам известен лишь один другой вид человека Способный жить при таком большом разбросе температур Мы сами Начинает складываться картина того, где они обитали и чем занимались Теперь у меня возникло чувство, что я их знаю К сожалению, новые открытия не способны помочь Виктору Диаку Он продолжает работать над съемкой, концентрируясь на лицах, которые он может сфотографировать Вы ощущаете себя древним человеком или кроманьонцем? Чувствую себя очень древним Вы не должны были спать сегодня Нужно было, чтобы вы провели ночь на ледяных камнях Виктор работает с группой экспертов Со своей женой и гримером Сочитль Гомес Стилистом-парикмахером и костюмером Мы изображаем древних людей Живших от 90 до 40 тысяч лет назад Кроманьонец считается полностью современным человеком Мы работаем с актрисой Неандертальцем Тут требуется больше работы, чем над Хомо Сапиенсом Девушка месяца из палеолита Когда самец Хомо Сапиенс встречал группу Неандертальцев Они смотрели на него, как на обычного человека на этой территории Не существовало никаких правил или конкретных указаний Относительно красоты, способных повлиять на суждение Это нужно надеть сюда А это сюда Виктор предположил, что одежда стала появляться тогда, когда возникла необходимость, чтобы при преследовании добычи по каменистым холмам различные части тела не болтались Поэтому мы сделали для него что-то из кожи, чего он раньше не надевал Важно, чтобы это хорошо сидело Очень важно, чтобы одежда была в пору Виктор подготавливает последнюю актрису Женскую особь денисовского человека Все древние люди обладали более выраженными надбровными дугами, чем у нас Виктор увеличивает надбровную дугу и актрисе Хотя это все же догадка Больше ничего не известно Это твой портрет Снимок для обложки Гордость и ярость Отлично Мотор Движение ногой Мы будем освещать только вас Ее оставим в темноте Мы не знаем, как она выглядела на самом деле Просто хотим обозначить, что она стоит между вами Хотя и несовершенное видение Виктором наших древних предков запечатлено Человек Неандерталец И денисовский человек Полагаю, это все, что мы можем сделать Просто погасим свет и опустим занавес Майк, убавь свет, пожалуйста По трем мелким костям Сванте и его группа установили, что денисовские люди были многочисленным видом И жили на обширном участке суши Возможно, где-то на этой территории Еще есть много костей, черепов и скелетов Ожидающих того, чтобы открыть нам свои тайны Миссия Сванте еще далека от завершения То, что больше всего подогревает мой интерес к денисовскому человеку и неандертальцам Это не они сами по себе А возможность найти различия между их геномами и нашими геномами И понять, каким образом их гены изменили нас Та генетическая суть, которую сделала современного человека особенно Полагаю, в течение следующих нескольких лет Прольется свет на то, что происходило в Азии Хотя мы и не знаем, как они выглядели Но уже можем сказать, судя по нескольким позабытым контактам с нашими предками Что человечество происходит частично от денисовских людей А пока вопрос открыт Сколько еще других видов людей скрыто в наших ДНК? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok